здравствуйте мои дорогие телезрители канала афонтова здравствуйте мои хорошие подписчики любимые мои с которой спорят со мной со страшной силой но сегодня со мной спорить никто не будет сегодня тема свекла и попробуйте еще раз меня ослушаться готова наругаться да орать не буду наругаться буду но когда вы поймете что свекла совершенно особенное растение я сколько лет вам говорю одно и то же чего вы со страху что ли сеете на грядке 15 рядов еще и поперек ну зачем вы это делаете свекла на огороде принцесса не надо есть соседи никаких рядом чтоб не было даже ее собственные свеколки соседки ей не нужны она не выносит затенение даже собственными листьями а вы и соседи вот пожалуйста узенькая грядочка и у нее грядка 35 сантиметров почти как по метлайдеру мой любимый я не знаю овощевод плода овощевод он просто умница он геометрию грядок разработал такую что растением хорошо а нам так еще лучше и у меня межа она примерно 50 сантиметров около свеклы в обе стороны прогрев почвы за день при любом солнце даже если тучи на небе он происходит а ночью тепло отдается растению вот вы как-то не понимаете что ли то теплицу в 5 утра откроете то блин у вас вот такие межи куда нога ваша не ступает не то что поперек мужская но это обязательно от того что вы сделаете одну грядку свекла будет красавица ровная спокойная сладкая у нее площадь питания дыхание освещение все для нее есть а учитывая что квадратный метр земли источает испаряет всего 17 миллилитров углекислого газа или как там миллиграмм из не помню как правильно это очень мало и ей едва хватает чтобы выжить кстати сказать почва под свеклой должна быть слабо кислой реакции вы это должны знать и понимать то есть перегной ей не противопоказан но не навоз навоз не подходит ни одному плода овощному и растению понимаете не подходит только перегной навоз закапывать надо вот так глубоко но речь сегодня не о навозе а свекли вот она так посажена потому что это правильно для меня это единственный вариант все перебраты варианты вот перебраны сказать надо так наверное это я от того что я разозлила сильно значит глядя на ваши посадки меня утор берет но вот моя молодая помощница сделала все просто идеально тут претензий нет никаких там где свеколка плохо взошла такое тоже бывает сами знаете какие семена она подсадила свеколки они прекрасно прижились и я надеюсь что до урожая будет очень хорошим вот сколько свеколок вам надо на зиму для семьи если вы один там или одна то одна свеколина цилиндра представьте половина на борщ половина потереть и съесть да в таком виде я считаю что 2 это вот так вот вот и считайте сколько у вас зимних месяцев а их у нас 8 и сколько недель 4 8 у 4 32 и каждую неделю по 64 свеклы так и посадите вы в одном ряду 64 32 еще одну полоску 32 вот ваша свекла но какая свекла не вот такая не вот такая а вот такая красотка полноценная да вам одной свеклины и цилиндра вот такая хватит на две недели значит что мы сейчас будем делать мы ее подкормим вот нашим замечательным нашатырем ей немножко не хватает толчка мы сеем свеклу не рано вот тут вот как раз не рано свекла не любит холодной почвы поэтому конец мая и поскольку конец мая у нее был месяц всего вырасти то естественно ее надо подкармливать в данном случае это будет нашатырный спирт можно одну столовую ложку можно две но две для меня максимум три я использую только в очень крайних случаях когда надо просто загнать растения значит так берем нашатырный спирт две столовые ложки на 10 литров воды всегда показываю на пальцах запомнили значит наливаем в леечку две столовые ложечки вообще ложки не люблю я уменьшительные всякие слова вот аккуратненько пусть будет меньше вот одна ложка а вот вторая достаточно вполне так и и смотрите как мы будем поливать свеклу внимание убираю душик снимаю мы на листья и попасть не можем это нежелательно здесь оставлены бороздки с боков и я очень аккуратно старательно не попадаю на листья вот так 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 веду эту бороздку ну что-то конечно скатится что-то попадет не туда ну старательно делайте так чтобы все было для пользы а вот теперь я скажу зачем мы это делаем чтобы дать свекле толчок роста ей нужен азот но лучше бы азот в легкой форме а вот в нашатырном спирте это азотистая соединение то есть очень легкая где выделяется одна молекула кислорода улетает да и остается тот азот который легко усваиваются растениями причем без доработки бактериями это очень важно свекла получив такой азот легкий она естественно начнет быстрее расти нам надо подогнать ее так чтобы она уже середины июля начала образовывать полноценный плод я надеюсь что под перекопку вот этой узкой грядочки для свеклы вы внесли ну хотя бы по ложке на погонный метр ложки столовой на погонный метр полного комплексного овощного удобрения либо внесли перегной травяной это тоже очень важно там микроэлементов много ну под осенью бы все бы сделать под зиму то есть осенью чтобы там было и зола ей не противопоказано но при этом надо еще и закислить слегка почву то есть обязательно перегноя больше чем золы разумеется значит а ну вот и все про свеклу пока все следующий раз будет совсем другая свекла я надеюсь до свидания всего доброго и